Собрал робота, а он увидит, как он будет выглядеть, он может его покрутить. А этот подстегивает продажу, что он придет, кто-то подходит к папе, говорит, папа, купи, это робот, он должен спросить, посмотри. И папа что делает? Покупай, потому что здесь люди крутые. Я говорю, давай себе не будем брать, я это незаконно, в том числе для себя, покажи меня. Поэтому мне приятно. Если вы совсем, простите, я не должен вам видеть, тупая, но тупая, в смысле, очень практичная, очень практичная, предельная, вы делаете двигатель. Например, вы элемент двигателя, рот. Сейчас, например, скользкий двигатель меняется не определенный абстракт, но все конкретно, ведь это, например, стиральная машина, что там остатки стиральная машина, это этот двигатель, который вращается, ну, там, с нюансом. И у этого, когда вы говорили, есть параметры, вибрация, температура, там разные всякие параметры. И тем, что если вы ставите специальный гатчик, который изобилие, вы можете измерить несколько миллионов вращений, типовые действия понять, что в двигателе, у которого вибрация такая-то, температура такая-то, и такие изменения, он накроется через 10 тысяч долларов. Или там через неделю, через месяц. А это, ну, представьте, что это стиральная машина, это, нет, нет электростанции, есть стульный самолет, есть еще что-то. Это просто очень тупое приправное применение. Я вам говорю, что он предъявлен, что он предъявлен, что он предъявлен, что он тоже есть, здесь у тебя на хорошей, женщине компании, которые обездаются в реакциях. Они утверждают, что они могут за 3 месяца предсказать устойность билета с минимальным крышком. Вдумайте, в чем это бизнес. Они не ставят, самолетов не владеют, берегов не продают в сухом остатке. Они просто знают, что люди, которые за толку их покупают, они готовы платить, но готовы платить чуть-чуть дешевле. И все, что они делают, они предъявляют, где купить, как сами чудные. И вы думаете, насколько это просто, дешево и прекрасно. А пущущие вещи совершенно контактически, потому что они реально взрывают личным не мостом. Это, например, когда ты берешь... Ну, в данном случае, конкретно спортивные твои виды вызвать брэк, и видеть есть стулья, которая по заказу сделала шанси. Шанси равны утвердить, кондерировать кучением, зломом, ну, с автоматом чистой воды. И они просто сделали что? Они взяли огромное количество свойств материалов. Я упрощаю. Они взяли цифромат, они взяли физику. Заложили, опять же, упрощаются. Сложили машину и сказали, нам нужен корпус на основании вот 10 тысяч, которые мы заложили. Вот, примерно, такие они были. Но, может быть, как 30 процентов легче, иногда процесс упрощения. Кот сделали. Удивили. Они просто вроде бы кого-то сделали. Потом еще сильно удивились, потому что вот этот ингредиентный прототип, вы видите, как последующая история, она уже на самом деле популярна. В России делают даже такие гипсы для рук. Вот именно такой рисунок, потому что машина стала легче, и оказалась сильно легче, чем в России. И сильно, почти, чем в России. Ну, как не использовать? То есть, на прогнозирование материалов очень мало. Если встретиться в реальной индустрии. Показайте, мы с вами там говорим про аффектаты, про я, про многие другие вещи. Это распределяется многое. А самое главное, очень много чего происходит, про которое очень мало люди говорят. Надо сосредоточить до тем, куда вкладывают деньги люди с деньгами. Если честно, вот у вас есть многие стартапы, например, в этот предел, в чем я могу наниматься? Сделайте стартапы, которые в индустрии написаны, куда вложился «Стипджоп», что, по-моему, господи, «Дежда Атлантик», куда вложился «Видгейс», куда вложился сам «Маск», это все происходит. Это не разные идеи. Куда вложилась страна «Франция». Я вычислял каждые деньги, которые сплатили. Потому что в этот проект «Пониклиного мяса» вложились все товарищи спознавал, и там еще огромные среди людей, которые вы знали, есть у всех на суху, но новостей, потому что они вложились, нет. А это очень важный проект, потому что то, что было булгером за 300 тысяч долларов в первую группу из замены «Маска», но на «Маске» делал «Маска» опять не такой, берется ветка, очищается, выращивается, коровник не набивал, он его пыль ест. То есть сейчас он стоит 15. И в ближайшее время продуктов из живых убитых животных вы будете. А те, из вас, кто считал Ювали Харари, «Сапиенс», вы знаете, что именно сельское хозяйство основной конкрибьютор в загрязнении и вызывании ресурсов. И не только. Я не могу представить, чем вы занимаетесь, а вы сами чем занимаетесь. Но у нас есть применение экономического разгаза, например, естественно, что и в медицине абсолютно точно применим. У меня просто мать-врач, сестра-врач, и поэтому у нас было много споров. И в сухом остатке я сказал, давайте я вам что-то делать, что думаете, мне меня врачать нельзя за ними. Я сказал, почему? Сейчас приходите к терапевту. Что делать к терапевту? Вы жалуетесь, что я, наверное, болею. Что делаете к терапевту? Покрашивайте, покажите язык, или алкогольник, пользуйтесь, вот он там, этот аллергин, и не пыли, это не может. Но первые, основные диагностики, они на самом деле понятны, просты, и есть врачи, которых варенируют. Единственное, они мне сказали, что, конечно, где-то логическое зависимость, что первые процессы в сценарии достаточно простые. То есть можно четко сказать, что если у человека высокий состав в карьере, а чем ты дальше разбираешься, тем сложнее, и я не понимаю, насколько слово здоровье тоже, что будет тяжело делать действительно подъективную манистику, но можно. И мы делали, собственно, персонального и ассистента управления здоровьем. Человек толпой, все понятно, у него по геоменементам, по гормонам, по примитивной ортологии, да, много что есть. И мы просто каждому человеку пьем его дальнейшие вещи, конкретные шаги, которые в состоянии осознают. Я сам когда-то тут делал на 30 кг, я знаю, как это тяжело. И никто не способен осознать большую миссию. Но каждый должен осознать, выпустокан воды и не еть банан. И, фактически, когда тебе программа говорит не ешь банан, тебе нельзя, не ешь это, у тебя сахар будет, просто засталивать, пожалуйста, пройдите методом, будь человеком, не естественно, на заднице своей. Вот такие вещи мы способны понять. Естественно, что есть инфекция, но мы должны это сделать, и просто очень рады. Естественно, что предыдущая медицина сильно сейчас на генетику, опирается генетикой, на мой взгляд, сильной коррекцией на конструкции, что, мы расшифровали ДНК, но для того, чтобы давать какие-то рекомендации, которые действительно валенны, и действительно к чему-то приходят, нам нужно несколько сотен, если не тысячи лет подписчиков. То есть, когда будет понятно, что мы наблюдали то, что мы очень много мобилей, и их действительно работают, то нужно на основе шуток из ДНК делать вообще пациентализированное поведение, пациентализированное обучение каждого деда. Но сейчас это все зародыши. И на течение времени это работает. Все равно можно сказать, что статистически вам просто нельзя, как я свою рекомендацию делал. Типа, вам просто рекомендуется слишком много, потому что у вас есть проблема, для каждого сердца с вами кушает. Конкретно, можно сказать, в моем случае, я очень давно бросил курить, и в моей опыте стояла, у вас абсолютно статудово полученная нерезистенция с никотином, в том случае, что конкретно в вашем случае лучше не курить. Хотя же вы знаете, что есть люди, которые курят. для вас поражать это случай одной бабушке, по-моему, она американка, она бросила курить 109 лет, по-моему. Ее спросили бабуля, а что уже, ну типа, сорян, но вообще, вот поставить уже. Она говорит, сынок не бросала, она говорит, просьба победила. То есть она прям, боялась, уже не видела ничего. А в ее случае, потому что не было этих проблем с никотином, пожалуйста, прийти за руку. И такие вещи, они, естественно, примитивными лицином сейчас объемными средствами вливаются. Есть проекты и Орджитон, и Орджитон, и Орджитон, и Орджитон, ну много у кого, и они, в принципе, имеют определенную точку, чтобы думать, что есть вся проблема. На самом деле, у нас надо учить, заботиться о нас, много часами надо делать, но в жизни не будет только хороших учителей и хороших врачей. И в некоторых зонах нету столько людей, которые готовы учить нас хорошо, химию, медицину и так далее. Поэтому, действительно, нам надо использовать реально, и нужно эти протехи сокращать. Я вам не говорю, естественно, про икон, еще один, наш проект. Понятно, что Google и Facebook выполняют функцию по средникам. Я помню, когда выполнял, у меня было, я был побольше крупной компанией, но провел огромный маркетовый бюджет. Для меня это было просто ужасно, потому что, как только ты несешь деньги контекстного реклана, у меня никакой аналогии с героином нет. Это зависимость. Ты как компания попробовала контекстного реклана и все, ты больше ничего не хочешь. Зачем ты, так сказать, людей активности? Вот тебе, если видно активности, положил миллион, потом 3,10, вот тебе 10 миллионов долларов уже сплатишь, и у тебя начинает падать эффективность и расти стоимость. Потому что очень много умных приходит за тех же людей. Поэтому мы попросили, что с правой смерти, с правой ДНК, которую я обозначил, что если истандарт достаточно по человеку, и дальше за человеком, владелцем или да, можно сведения от человека, например, производителем товара, и пусть они работают беспострейно. А мы просто будем чисто говорить, что перевес не бесплатный, а минимальный продукт. Ну это же тоже интересное применение создательных технологий, которые не стандартные. Мы же, я как-то пропущу, просто по аналогии среди целей. И также, в итоге у нас сделали HR и AI-рассистенты, потому что для одной компании, в которой больше двух тысяч человек, это удобно, чтобы HR находил время на каждого сотрудника. А каждому надо заниматься, надо помогать развиваться, советовать правильную литературу. Очень сильно аккуратно советуется возвращать время встречи, время бессмысленных конференков. Чем эффективнее, лучше, тем лучше. Вспомните, что одинаковые люди больше никому не нужны. И единственный способ при этом сделать, тут же, вот тут все речь о том, в смысле, я просто сквальну, как путь сквальдер, я могу вам часов восемь уверенно рассказывать про то, что было, про то, что можно, про то, что точно будет и, наверное, будет по моему мнению, но время неоплично и нельзя спернуть ни фигурно, какое количество предметов по времени. Но я вас призываю задуматься, и понять, что то, что вы знаете, я знаю, это все вообще не шуток, что реально происходит и реально можно сделать. у меня пугает вообще нежелание читать современного покорения, а вот и, честно, даже и не современного. Люди реально как почитают поставлять составовое музей, которое, по сути, представляет достаточно проблемой. Мы с вами, те, кто родился в советское время, я сейчас с 95 декабря, нас учили использовать информацию физически, мы помним многие факты, что так учили, у нас может так работать. А сейчас частые мозги работают по мнению сиху индексаторов то есть угла, и нас заставляют анонсу, люди заставляют где взять, когда спросят. И это проблема, потому что это очень сильно ограничено, что ты не можешь уберечь, сделать огромное количество интересных периодичных умозислючений. И самое интересное, я решил вам закончить, да, все в оптимистичной ноте, я специально для вас нашел данные из самых серьезных матчетов в Матфинзе, что буквально через всего лишь 10, чуть поменьше, побольше. 800 миллионов рабочих мест исчезли, потому что многие из вас делают инструкция интеллект, дата, роботизация и транспещения. И раньше, если честно, всегда эти процессы происходили. То есть всегда была миграция из одной потребности в другую, в качестве примера, например, до войны, штаты были отдельной страной, все штаты были первыми, после войны, это совершенно индустриальная страна. Сейчас это вообще основные взаимоотношения гоходы, это нефть сервисы, нефть недавно снова вернулось. Таких примеров очень много в истории, но никогда не было такого масштаба. То есть, да, стало меньше таксистов, но появились те люди, которые работают в уголе и англоксинге, но это все равно не тот масштаб. И знаете почему? Потому что из 200 миллионов рабочих мест очень много приходится на страны третьего мира, на Китай, на Малайзию, на Бангландию, на Китай, на Малайзию, на Бангландию, на которых руками собирают и ощутили реальность как быстро это происходит и какие профессии будут. То есть, будете оптимизны. У меня тут по практике есть миллиарды, и в составы понесет совсем. Кто знает, что это? Слава Богу. Да, трубочист. Это трубочист, но многие из нас уже застали. То есть, действительно, это была традиция попробовать затопывать сожжение, сожжение, сейчас их практически нет. Есть страны, где есть. Например, есть немного в Великобритании, есть немного в Великобритании. В России я не знаю, нам трубочисты, хотя раньше не видел. Существовали буквально 20 лет назад. Это кто? Читов. В зале чувствуют читеров. Которые видели декритации моих. Да, это первый, я так называю, первый СААС. Это сервис про груздение, продавление архомных дневников. То есть, людям реально платили деньги за то, что приходили каждое утро и включали в окно. Потому что у них там была бессонница или еще что-то. Людям зарабатывают. Это было совсем недавно. 30 лет назад. И этих людей было очень много. Это что? Вообще совсем недавно профессия была очень высокооплачиваемая. это слово, которое я только что придумал. Называется «Симонтар». То есть, прежде чем появилась экспертиза в том, как правильно получать электромагнитных римпульсов, то есть, ну, регровать цвет, понимать, где ее образить. просто правильный человек на самом деле вышел на другой и он сидел и смотрел, где прошел самолет. И ему платили много денег за это. Это было потрясающе. Но здесь было вправо, вы понимаете, что это подарок. Смотрите, если честно, мне не хватает такого. потому что здесь сегодня намерется настоящий свет. Понятно, что это позорная безопасность. Понятно, что это полгода, почему нету. Ну, блин, какая романтичная профессия. Сидишь на волшке, я вспомню, ты сидишь в парке Вольково и идешь, зажигаешь, да, это давно было, но это было бы достучительно, не только в парке Вольково, это предъявило очень много. Так, теперь из хорошего. В том смысле, все. Это, я естественно, пусть поместить нельзя, мы умираем, любая профессия. Бабалтерия, все репетенция, которая не является защитной структивной операцией, все умрет. Даже в врачей и угрозы. Я имею в виду первичную диагностику, первые линии. Сопор, считайте, это уже ушло в первые две линии. Да, в принципе, можно вопросы задавать, я вам скажу, трудно придумывать. Тех профессий, которые умрут, я знаю, что умрет в процессе восемь. Единственная профессия, которая вне опасности, я там попозже скажу. Но есть те, которые применяют совершенно точно уже сейчас восстановленную профессию, то у них как инженер. Это, на самом деле, странная смесь, то есть, человек должен понимать и химию, и информатику, и комбинаторику, и бионику, и оптогенетику. И если честно, что-то на лабораторию понимать, что он может быть моральные принципы, он должен понимать, что это мастера Магаретты, и понимать, что такое капитанский додж, как я пишу, что в штат капитанский дождь он не должен заниматься в России. Потому что это ущерб, и потому что в России он не так. Так вот, смысл в том, что сейчас, если у вас дети и вы думаете, чем заниматься, ну, в целом советую Очень интересная профессия, очень высокооплачивая. Солду уже есть в профессии, ну, к своему ДНК, фендер, ну, точнее, фендер-корму. Сейчас факту это решается немножко странно, потому что берется свинья, к ней подсказывается что-то, и она как долго используется, в сети выращивается. Почта, телезерка, смыль, железерка, форму. Потому что у нас уже много выпусков свинья. Это свинья. Поделись, поделись к чему, но в целом, как посмотрят, что у нас есть свинья. И, короче, в ближайшее время, все-таки, есть уже сигналы к тому, что будет это бескорбно, хорошо, лабораторно. Особенно профессия. Кознан будет выращиваться в страны, как люди выращивают отельсины. Вот можно будет выращивать печень, давайте скажем так, что печень, потому что на них это называют фараном. Я надеюсь потом. Если у вас есть креативный творческий ребенок, который любит детей, попробуйте ему объяснить, что на самом деле то, что показано в фильмах, в предыдущей политике, в нем и других фактических фильмах, скорее всего, не будет. За последние 30-40 лет мы уничтожили. Ну, по минимальным процентам, 60% всех видов животных. Никогда такого не было. И никогда они не восстановятся. Мы никогда неких животных уже не увидим. У эволюции, не занимаясь миллионы лет, создание этого вида, восстановление невозможно. Но нам будет всегда хотеться их увидеть, в зоопарк сходить. Кибер-зоопарк, совершенно вопрос. И далеко от будущего. И удивительно, что Кир получил это, как сказал, тайный трекий планет, который в основном вспомнил. Но в целом, живая рабочая идея. Очень часто говорят о беспилотных транспортах. И я так сделаю, ну, много это делаю, на самом деле. Интересные проекты по цифровому зрению. Я вам советую задуматься на том, насколько беспилотная инфраструктура, с точки зрения того, что еще там можно сделать. Ведь машина, которая едет без пилота, все, что ты видишь, как ты видишь, все есть. Не нужен рук, не будет руля. Не нужна подъемная панель, где никто не даст менять ничего. Не нужно тепло, обобовое. Зачем? Ну, вблизь не нужно. Все, что тебе нужно, посидишь, и ты не знаешь. Ты можешь, ну, кто ты предлагаешь, что ты изучаешь. Можешь виртуально путешествовать. Там масса вещей, которые можно использовать через пилотный транспорт. Например, есть интересный проект. Тушкальщики. Они, например, разберывают внизу в руку, благодаря тебе. Ты едешь в течение часа на работу, и ты говоришь, ну, а ты лежишь, какая разница. Ты живешь и сидишь в машине. А ты лежишь в руке. Это пример нестандартного убеждения. Хочется, чтобы, например, было больше. Безусловно, если масса получится, то унижаться она ждет. И это очень важно по одной простой причине. Понимаете, кто готов стать колонистом? Вот, интересно. Слушай, у нас не так много. А кто это в цивилизации, где вы стратегические группы? Старкрафт, вот этот все. Ой, красавчик. Так вот, вы из вас, вы точно знаете, и не дадите мне сомать. Как только ты начинаешь в испанчию, любой компьютер стратегически тебе это удаливает в долгу сразу. Как только ты начинаешь в испанчию, вы и люди, вы стратегические ресурсы. И чем больше людей, тем лучше. Потому что не надо работать добровольно. Отправлять стратегизировать новые города, новые территории, новые планеты. Это важно. У нас есть проблема, что мы боимся перераселения. И все интересное. Вообще не надо. Будет очень грамотно. Марс будет упаковано. Почему можно лететь в долгу, потом на Марс, и жители его сделают как после. Потому что этот расшоп претензивно, и не скоро плачет. И, естественно, здесь сейчас есть проблема фундаментальная, как немножко совсем в реальность. Но есть реальная проблема. Видите, что разудное, это означает, что есть уменьшение скорости света, при которой передается сигнал. И, тем не менее, вопреки здравому скульству надо копать в каком-то направлении, которое называется так, чтобы попытаться быстрее передавать сигнал. Потому что сигнал летит долго. До Марса летит долго. Если говорить про Плутон, это уже не приедет вообще. Никаких грамотных, что произойдет. Интернет, наоборот, у меня будет разжим. Вообще, все будет разно. Нельзя проэффицировать, в реальный момент, этот звание в зависимости от мира. Как решить проблему, непонятно. А у стаблистерных дальних боссов, вообще непонятно. Огромный сброс, особенно штабов. И это моя персональная радость. И кинопатимон, это такой, ну, фотофан. Готовить вас в наезд в гемографическую колонию. Что вам нужно сделать? Убедиться, что вы созданы демографические и ваши. Поэтому, когда реальная расчета, полиция, уверен, в самое другое время, появится. У меня сейчас было еще космос стюардесса. Но я убрал, но я все-таки скажу. Космос стюардесс будет, потому что люди, которые летят из Москвы в Конституцию, они же все постоянно умудряются так ужаться, что без стюардесса будут не обойтись. Вы представляете, что будет на ракете Москового Марса. В смысле, это просто, кто-то должен заниматься любви. И издали два проекта. Один называется американским. Три, на самом деле, производители везде, которые всерьез получили финансирование и рассматривают бурение кольской стероид. Будет ли скоро? И не через десять лет, и даже, наверное, не через двадцать, но деньги вкладываются, у них есть шанс быть первым, обладателем технологиями, потенциалами и так далее. Люди всерьез собирают бурить. А самое главное, там бурить-то еще не надо. Три, на самом деле, астрономика шучу. Вы понимаете, что есть целые, вот в нашем сироидном поле, есть целые планеты летают из чистых элементов. Ветите кусок золота, пожалуйста, забирай. Вообще-то бессмысленно, ничего, бурить вот. Оно есть. И это, на самом деле, терапориально. Я уверен, что сейчас будет сильно смотреться, что многие страны уже смотрят, они смотрят на океан как способ новой экспансии. Потому что, действительно, 7,5 миллиардов это много, и все смотрят на голову. Есть очень хороший, серьезный проект и автозон оператов, который просто, по сути, представляет собой будущий платформ, инструкционный, и, на крайней мере, есть решение, например, как, знаете, ГИУ поддерживает, там же, в принципе, очень хорошая, вот это зонное выражение установки. Принцип такой. То есть, можно создать эту платформу, и нанести. И мне не хватает, если честно, инновации невозможно. То, что и вам не хватает. Я очень надеюсь, что как-то с этой медицейской все очень счастливее. Есть инновации, которые, априори, все говорят, что это дорого, безусмысленно, никакого вообще коммерческого потенциала. Вы, понимаете, все вещи не просит. Но вот есть примеры, когда это совершенно точно не право. Даже космическая гонка, она нам дала молнии на штанах, нам надеютые ручки, она дала огромное количество защитных материалов, вообще храмическую пепту и она многократно себя окупила. Я недавно читал исследование, что этот министик известный для краски Bright Fox, он сказал, что они делали профессиональный анализ, и я сказал, что фундаментальная инновация, то есть вложение фундаментальную науку, как правило, окупается в десятикратном размере. То есть не важно, что ты делаешь, но если ты делаешь, делаешь и делаешь, то если ты изобрел наступление Fusion Reaction, который сейчас Fusion Reaction, который делается в Алканце, то это окупит, все слепой, надо просто складывать. и он вместе приводит такие примеры, как типшую гонку. Система Дайсона для тех, кто просто не знает, это просто фонд сбора энергии со звезды. Похоже, если вам действительно это интересно, то купите, пожалуйста, такой термин, как Шаколад Казашова, и вы поймете, что происходит. Это на самом деле достаточно научно правильно.